В документах говорится о старостах, в таком гетто, или как будто бы гетто, или вообще, старостах евреев, и даже в некоторых документах говорится о юдмират. Юдмират. Теперь, что это юдмират в большинство, что принято в большинстве европейских странах, я говорю главным образом в Восточной Европе, где существовали гетто, и кто был в юдмират, и какие функции они исполняли. В бывшем, значит, Советском Союзе в границах 1939 года иногда в документах называют юдмират. Но что этот юдмират делал, и что он мог делать, и сколько времени он вообще существовал. Так, в большинство в Восточной Европе немцы назначали юдмират из почетных евреев. Почетные религийные раввины, почетных таких и других. В Советском Союзе не было еврейских организаций. Если были евреи, которые часть или большинство еврейского населения, их дало им почет, это были врачи, инженеры, большинство из них коммунисты. Или деятели коммунистической партии. Конечно, не можно было, чтобы немцы назначили коммунистов или пропагандистов как старост. Членов то, что он иногда называет юдмират. Так они поймали на улице где-то кого-то, который знал по-немецки. Можно было с ним договориться. И это все. Потому что это существовало иногда только дни или недели. Потому что истребление было быстро. В большинстве городов нет где-то. Так что они должны, этот староста, и что они делали? Они было сказано, они с помощниками иногда, регистрацию евреев, что евреи, что пришли и записывали, сдавали списки. И это главная их роль. Никакого то, что было в гетто в других Востоках, что они занимались разными функциями общественными, у них здесь никаких общественных функций не было. Это было исполнение. И исполнение это было очень просто. Потому что, как известно, в советских документах было национально записано. Из этого евреи приходили сами записываться. Потому что они говорили так, у нас это все записано, с одной стороны. Мы живем смешанно, и соседи это скажут. И тогда было более опасно, чем прийти и записаться. Вторая, еще, они все, у них не было никаких привилегий этих, как будто юнрад или старосты, если истребляли то же самое, как истребляли и другие части еврейского населения. Еще одна специфика, которая очень-очень важна. Большинство евреев, бывшего, значит, в границах 1939 года, не уничтожали в лагерях, а убивали на месте. Это значит, на месте, это близко каждого города, городка, даже деревни. Иногда в многих местах даже не было концентрация. Там, где не было много евреев, там знали, вот здесь живет еврей, там живет еврей и так далее. Тогда это очень важное явление. Потому что мы имеем место в убийстве евреев почти в десятках или сотнях местностей. И это, как большинство, большинство, я говорю здесь о Советском Союзе в 1939 году, как помните. В большинство местах немцы употребляли обман, распространяли разные слухи, что евреи будут переселены в другое место, там они будут работать, там они будут жить. И иногда даже говорили, от их переселят в Палестину. Из-за этого, потому что один вопрос, евреи сами приходили, когда было, что будут убиты евреи, если они не явятся сюда и туда, где их концентрировали. Они сами приходили туда. Почему? Потому что они видели здесь, что их нет, нет для них никакого выхода. Но теперь это имеет тоже большое влияние. Есть разница. Если, скажем, из Варшавы, из Львова или из другого города распространилась, что вывезли евреев где-то в какой-то лагерь. Можно было знать, что это лагерь значит уничтожение, и можно было не знать, если ты не хотел знать. Здесь почти нельзя было не знать, потому что это было близко этого городка, в котором ты жил и живешь. И тогда все население знало, что убивают евреев. Не можно было это держать в секрете. Кроме того, известна реакция человека, что если есть что-то неприятное, он предпочитает не знать. Здесь невозможно было это не знать. Некие куда-то послали евреев, они исчезли. Знаем, не знаем о них. Это было на глазах у людей, которые в той деревне или близко той деревне, или через окно можно было это увидеть. Теперь есть еще интересное явление. Это, я еще возвращусь к этому, вопрос смешанных браков и детей. Если говорим о Восточной Европе, сравним Польшу, Литву, процент смешанных браков до войны был ноль чем-то, это несерьезно. В Советском Союзе, в границах 1939 года, я приведу статистические данные о смешанных браках между евреями и неевреями. Смешанные браки в Беларуси, в границах 1939 года, данные, которые у меня есть, это за 1937 год. Евреи-мужчины с нееврейками 16,5%, еврейки-женщины, которые вышли замуж за неевреев 15%, Украина в 1938 году. Евреи-мужчины, которые вышли, женились на нееврейках 18%, женщины 17%. Эти смешанные семьи имели дети. Вопрос здесь очень сложный, и еще не исследованный, как полагается, сколько мне известно, отношение населения к этим смешанным бракам и отношение населения нееврейской части. К детям скажут, как была реакция бабушки, которую она видела. видела, как ее внука, ее внук, его мама еврейка идет с ним на смерть. И на это это сложная проблема, но это опять является потому, что еврейское население в СССР в границах 1939 года было разным. И социальное, и отношения, и так далее, нежели в других восточноевропейских странах. Эта проблема, она не была такая сильная, как это было. Есть, видимо, немало случаев, которые женщина нееврейка с вашим мужем, зная, что это гибель, и наоборот. И есть другие. Что сказать было большинством, это трудно сказать. Я думаю, что все-таки, которые шли с еврейской частью на смерть, было меньшинством. Это можно определить. На воспоминаниях, конечно, нет никаких. Но и есть теперь реакция общего населения, которые на глазах их вели к убийству. Есть одно описание такого, что стоят люди с обоих стороны дороги и введут евреев. И они знают, что ведут им к чему-то плохому. Даже не знают, или убьют, или не убьют. И стоит какая-то женщина, бабушка с платком, и говорит, им полагается. Но та же самая женщина говорит, после 5 минут или 6 минут, не знаю, все же таки жалко. Так куда это определить? Можно определить только, им это полагается. И можно определить только, но, видимо, реакция людей была смешанной. Чтобы дать еще один пример, ведь много евреев, не знаю, насколько, не явились на эти места, откуда их выводили на смерть. Есть описание такого характера. Есть двор, как в многих местах. И там есть входы в разные квартиры. И приходят какие-то сотрудники с немцами, которые работают с немцами, спрашивают, где живут евреи? Где живет еврей? Одна женщина, так описывается. Одна женщина отворачивает голову и идет дальше. Другая женщина, которая там живет, в этом комплексе, и знает, наверное, говорит, я не знаю, и идет дальше. А третья женщина говорит, вот там наверху, на третьем этаже, в квартире такой. Можно ли это назвать сотрудником с немцами? Это очень сложно. И отчего это происходило? Она хотела нанять квартиру, забрать квартиру с теми вещами, где эта семья живет. Она ее ненавидела, не как евреи, но они не любили друг друга. Так что это очень опять сложное явление. Еще один пример. И иногда, теперь есть, много ли прятали евреев. И главным образом, которое было принято в многих странах Восточной Европы, это церковь, которая принимала еврейских детей. Не из-за этого, что они любили евреев, но за спасти душу ребенка. Этого почти, сколько мне известно, почти не было в Советском Союзе в границах 1939 года. Потому что церковь была прижата. Она еще немножко там дышала, но не было никакого. Кроме того, в советской действительности, конца 30-х годов, 37-38 годы террора, люди исчезали. Соседи пришли ночью или хватили их, и они исчезали. Значит, чувство у человека, что исчезает человек, они привыкли к этому. Это меньше было. Но, конечно, есть еще фактор, который я говорил много об этом. И это мало времени от вступления немецкой армии, потому что здесь надо договориться, надо побратиться, надо и так далее, и так далее. Этого здесь почти не было. Продолжение следует...